Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые. Меня зовут Анетта, и сегодня я принесла вам такое небольшое видео на тему оригинал против подделки. На самом деле я хочу сделать серию таких видео. Вы спрашивали меня о подделках одежды и брендов, но я все-таки хотела начать с темы бьюти и такой вещи, как бьюти-блендер. Все, наверное, знают, что это такое, но не все понимают, за что же платить 20 долларов. Поэтому сегодня я решила сравнить оригинал бьюти-блендера и две подделки, как все было. Итак, если вы смотрели мои влоги, вы знаете, что недавно я сделала заказ в Бьюти Бэй, и там был в том числе бьюти-блендер, потому что мой предыдущий уже пора было менять, хотя он верой и правдой служил мне очень долго, я их меняю намного реже, чем другие спонжи, они достаточно долговечны. Также я делала видео об Алиэкспресс, я в этом новичок, но вы мне подсказываете, и мне сказали, что очень много подделок, например, на украшение на Алиэкспресс. И я решила сдачиться такой темой, если есть подделки на украшение, должны быть подделки и на бьюти-блендере, наверное. И я не ошиблась, так что я заказала одну подделку с Алиэкспресс, точнее, как бы она была в оригинальной коробке. И также во время моего путешествия в Москву, тоже есть влоги, я купила бьюти-блендер, как мне сказали, что он оригинальный, но я очень сомневалась, потому что был совсем не похож на то, к чему я привыкла каждый день. Итак, давайте сделаем это интересно. Сейчас я вам покажу три бьюти-блендера, сделаем паузу, и вы скажете мне, вот поставьте тоже на паузу, и напишите в комментариях, как вы думаете, какой из них оригинал, какой из них подделка, какие два из них подделка. Так что давайте, поехали! Итак, посмотрим, угадали ли вы. Оригинальный бьюти-блендер был посередине. Тот бьюти-блендер, который был слева, был куплен на Алиэкспресс, и тот, который справа, который беленький, он был куплен в Москве. Так, все эти три бьюти-блендера я протестировала, оригинальный не впервые, скажем так, вы видели меня, пользующийся бьюти-блендером во всех моих макияжных видео. Почему я выбираю черный, потому что, на мой взгляд, мне он более удобен, мне нравится его цвет, он не линяет, как розовенький. Когда я была в Москве, тот, что я купила в Москве, он был белый. О, боже, об этом все. Сейчас мы поговорим. Тест-драйв полный. Теперь по коробочкам. Коробочка оригинального бьюти-блендера, она более... она выглядит более дорого, что ли. Несмотря на то, что у бьюти-блендера московского, где мне обещали, что он оригинальный, но у него цена была немного ниже оригинального бьюти-блендера, но все равно для подделки, мне кажется, достаточно высокая. Я оставлю ссылку на оригинал, на подделки, естественно, ссылок не будет, потому что я не поощряю подделки, я не хочу продвигать это. Я категорически против, вы поймете, почему в конце видео. Итак, что меня смутило, здесь есть такая наклеечка Allure Beauty Expert, Best of Beauty, так что выглядит вполне себе, даже вроде как вот для человека, который не знает, вполне себе правдоподобно. И тот, что был с Алиэкспресс, они все разного размера, если так серьезно говорить чисто о коробочках, они все разные. Самым дешевым выглядит тот, что с Алиэкспресс. Также у них различные надписи на самих коробочках, они отличаются на тот, что я заказала с Бьюти Бэй, здесь только написано Wet Squeeze Bounce и Makeup Sponge, и то же самое на французском. Чем же хорош Бьюти Блендер? Что в нем такого волшебного? И почему же я свой макияж лично без него не представляю, и куда бы я ни подержалась, да, беру с собой Бьюти Блендер свой. Он очень-очень мягкий, и мы также сравним, чуть позднее я сделаю клипы того, как я наносила тон. На мой взгляд, он не съедает столько тона, как говорят, но это вот невесомое покрытие, которое он создает равномерное, я вот ничем не могу его заменить, в том числе я пробовала и другие спонжи и так далее. Мой фаворит это оригинальный Бьюти Блендер. Теперь, по тому, как вот они выглядели сухие, давайте сравним их размер с сухими. Вы видите, что Бьюти Блендер оригинальный, самый маленький, он наименее что ли круглый, если так можно сказать, то есть у него есть вот этот остроконечный кончик, другие же по сравнению с ним более круглые. Но в чем смысл Бьюти Блендера, вы наверняка знаете, особенно если вы пользуетесь, он, когда намокается, увеличивается в размере. Итак, намочим спонжи и посмотрим разницу в размере, когда они мокрые. Вы можете видеть, что оригинальный Бьюти Блендер оказался самым маленьким, несмотря на то, что он прилично увеличился в размере. Но меня шокировал вот этот вот гигант, московский фейк, которого раздуло просто как после новогодних праздников от Оливье, потому что вы сами можете сравнить этот размер оригинального и этот размер подделки. При том, что он, конечно, мягкий, но все равно не такой мягкий, как оригинальный. Вот этот Бьюти Блендер, он прям невесомый, этот все-таки потяжелее. Бьюти Блендер заказан с Алиэкспресс, его не сравнить по мягкости. У него как будто бы там жесткая серединка, не знаю, как это объяснить, но в любом случае он не такой вот мягкий, баунси, не такой... С размером разобрались. Ну, размер, как говорится, не имеет значения. Главное нанесение, правда ведь? Я решила разделить свое лицо на три части, так скажем, левое, правое и лоб, чтобы протестировать каждый из них, и я взяла свой тон от Ordinary, который я недавно заказала. Мне он, кстати, нравится. Я бы не сказала, что самый любимый мой тон, но прилично. И я решила этот тон наносить одинаковым количеством помп. И что же у нас получается в результате к оригинальному Бьюти Блендеру, который я наносила на лбе, лбу? Претензий вообще никаких, это все прекрасно, вопросов нет. Моя правая сторона, ваша левая, которую я наносила китайским Бьюти Блендером. Бьюти Блендером. Во-первых, да, он намного жестче, и он чуть-чуть больше продукта съедал, чем оригинальный Бьюти Блендер. То есть, понимаете, что если вы хотите сэкономить на спонже, допустим, и купить китайский, что вроде как, ну, ничего же не будет, вы в любом случае будете расходовать тононемеренное количество, потому что, если вы говорите, что Бьюти Блендер съедает много продукта, его подделки съедают еще больше, поверьте мне. Но это еще ничего по сравнению с тем, как я была шокирована, когда окунула вот этот Бьюти Блендер в тон, и он просто весь оказался внутри Бьюти Блендера. Я этого, честно, не ожидала, и, что самое забавное, спойлер, я потом расскажу про то, как я их отмывала, я не смогла отмыть это пятно от тона. Просто никак. Честно, я в шоке. Дальше, конечно, у меня получилось все растушевать в итоге, но то, сколько продукта он съел, это просто какое-то варварство. Ну и плюс, да, это насколько использование этот спонж, тоже вопрос, знаете ли, хороший. Консилер я наносила за камерой, за кадром, и что могу сказать? Вот этот Бьюти Блендер я даже не стала пытаться, потому что он огромный, наверное, с половину моего лица, и у него нет вот этого, видите, как бы острого кончика, который есть у оригинального Бьюти Блендера. А вот этот оказался жестким, такое ощущение, что я себя просто улупила куском резины, когда пыталась растушевать консилер. Так что вот все-таки по мягкости, я не знаю, передастся ли на камере, потому что вы не можете почувствовать, с какой силы я сжимаю, естественно. Но очень надеюсь, что у меня удается передать через экраны различия в оригинальном и подделках. И вы можете это почувствовать, вы можете понять, за что я... Теперь немного о том, как вот я их отмывала. Оригинальный Бьюти Блендер вообще фактически без проблем, потому что я обычно мою, кстати, не специально вот этим мылом Бьюти Блендера, а я мою мылом Даф. Как и иногда я мою свое лицо, то, которое вот именно мыло для лица, а не для рук. Претензий никаких нет, он отмылся быстро, и он быстро сохнет. Это вот, это факт. Он уже фактически сухой. Теперь, что касается китайского Бьюти Блендера, он отмылся немного хуже, и у него тоже осталось, вот видите, чуть-чуть пятнышко от тона. И у всех у них почему-то вот именно на попке остается вот этот тон. Что касается вот этого Бьюти Блендера, вы можете сами понять по моему отзыву, что он не отмылся, то есть здесь, скорее всего, я попробую еще раз его отмыть средством для мытья кистей специальным у меня, которое сейчас от Мак есть. Но, честно говоря, я даже не вижу смысла, потому что я не буду этим пользоваться. И что еще я заметила? Он поменял как-то свой странный цвет, и не знаю, видно ли это хорошо через камеру или нет, но он стал каким-то неравномерно, желтовато-беловатым, как будто бы, знаете, я его подержала на солнце, потом оставила сушиться, потом с ним произошла какой-то катаклизм. Я не знаю, что происходит с этим Бьюти Блендером, потому что, когда я его покупала, я спрашивала у девушки, почему у него такая цена, почему он дешевле, чем обычно у ритейлеров. Мне просто начали говорить про новогодние акции, естественно. Я спросила, оригинально ли он, и он сказал, вроде да. И вот это вроде да. У меня отплотнула моя мысль, что так, точно надо делать видео, потому что нужно нести просвещение в массы, и я очень надеюсь, что у меня получается передать смысл того, почему Бьюти Блендер оригинальный, лучше, чем его китайские братья. И меня шокирует в том, что, например, на подделках также написано Made in USA, то есть сделано в США. Он же заказан из Китая. То есть это просто чисто содерно. Как это вообще легально? Я не понимаю, как? Почему? Почему их не засудят? Ну и давайте в качестве вывода быстренько покажу вам еще раз все кадры сравнения оригинального и подделок в сухом состоянии, в мокром состоянии, во влажном состоянии, их коробочки, их вложения там, где они есть, и в целом мои впечатления. Так что, ребята, оригинальный Бьюти Блендер молодец, садись пять. Его китайский брат жестко съедает много продукта, я не довольна тем, как он растушевывает по скорости. Ну и его китайский собрат, купленный в России, просто приходи завтра в школу с родителями, потому что это никуда не годится, это издевательство. Особенно мне неприятно думать, что кто-то может, например, послушать блогеров, таких же, например, как я, пойти в свой торговый центр локальный и купить там Бьюти Блендер в надежде, что он оригинальный, у них будет прекрасный макияж, а потом думать, да что же за ерунду советуют эти блогеры, что это за непонятный шар. Особенно, да, за это прикровно заработанные деньги. Слушайте, он как будто пошел какими-то, у него как будто пятна какие-то пошли, такие выпуклые, мне прям страшно, что с ним случилось. Все эти эксперименты на мне, конечно, вы что-нибудь к чему хорошему не приведут. Так что вот такое вот небольшое видео для вас, ребята. Я очень надеюсь, что было полезно и что вам понравилось. Если да, то ставьте палец вверх и пишите мне, что бы вы еще хотели сравнить оригинал и подделку. Я не очень хорошо себя чувствую, потому что мне приходится покупать, естественно, все эти подделки, тратить на это деньги и таким образом поддерживать людей, которые это производят. Но я надеюсь, что таким образом я расскажу вам о подделках, почему их не стоит приобретать и сэкономлю ваши деньги таким образом. Поэтому очень надеюсь, что вы меня во всем этом поддержите. Если вы еще не подписаны, то не забывайте подписаться. Видео выходят очень часто. Стараюсь каждый день, но как получится. Ребята, мы с вами совсем скоро в следующем видео. Я вас очень люблю. Пока.